Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишбай, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Fallout 4. В прошлой серии мы начали... или в пазлопрошлой серии... короче, в прошлых сериях мы начали квест Ника Валентайна. Он хочет отомстить одному из старых своих врагов, еще из прошлой жизни которой. То есть, ребят... ребят, одного мерзавца, который... показалось... который еще в довоенное время настоящего Ника Валентайна, то есть не конкретно нашего Ника, а того Ника Валентайна, которого сознание пересадили его у тела, убил девушку. Его, ее... ну короче, ты понял. Убил девушку очень давно, и есть опасения, что он сделал себя гулем. То есть, где-то сидит сейчас в своем бункере и ждет, пока мы придем и убьем его. Я сейчас вспоминаю, что у нас была большая перегрузка, притык, так что мы прямо сейчас идем в Diamond City, продаем все, покупаем патроны и двигаемся дальше. Был такой вроде бы план. Уже давненько снимал предыдущийся... ну как давненько? Пару дней назад. Не могу вспомнить, если честно, чем там все подзакончилось, я еще не монтировал. Но, кажется, план был такой. Отправиться в Diamond City, продать все лишнее и двинуться дальше по следу этого ублюдка Уинтера. Уинтера же? Уинтер его же зовут? Уинтер? Или Уинтер? А, без разницы, господи, без разницы. Короче, ты понял, про кого я говорю. Все. План таков. Жалко, что нельзя телепортироваться прямо из зданий, поэтому я бы не стал... Тихо, тихо, тихо. Я бы не стал просто загружаться сюда, чтобы просто переместиться в Diamond City. Я буду перемещаться сразу в рынок Diamond City. То есть это надо удалить, кстати, эту метку, она уже нам не нужна. Так, вот он, рынок Diamond City. Чуть ли не моя любимая локация, на самом деле, Diamond City, потому что можно телепортироваться сразу на рынок, сразу же там поторговать и сразу же оттуда телепортироваться куда-то еще. Вообще, очень удобно, на самом деле. Неудобно, если ты идешь просто мимо и зайти туда, потому что это надо телепор... Ну, как бы, проходить внутрь вот этого вот стадиона. Загружаться, вот это вот все-все-все опять. Я думаю, что в ближайшее время поменяю сет свой брони на... Зачем мне-то вообще записка нужна? Да мне пофиг на зуб, на мэра и на прочее. Погнали. Сколько? А, сейчас 5 утра. Давай, 3 часика подождем, чтобы все открылись. Хочу поменять все-таки, наверное, обратно свой сет с броней. То есть, боевую броню надеть. Пока еще похожу в этой, но в скором времени я это сделаю. Давай, что ты мне рассказываешь? Все товары сделаны вручную. Это как-то так себе звучит, если честно. Я бы эту штуку ради просто по приколу бы купил, потому что два мини-заряда ядерных, это бы очень круто выглядит. Верный друг, удвоенный урон цель. Окей, мне это не нужно. Карабин Гаусс. А когда это он уже появился? Давай купим. Они скоро начнут у врагов появляться, но давай купим сейчас. Уровень, подрос уровень, поэтому появился карабин Гаусса. Что у тебя есть еще интересного? А это я тебе вроде продал, нет? Или это у тебя он сам есть? У него стали пушки, знаешь, типа круче, просто прокачивание, и все. Одежда, давай прочная броня. Есть боевая? Прочная, которая необычная, а прочная? Нет, нету. Давай посмотрим еще боеприпасы и продадим для начала. Все лишнее. Плазменная граната я оставлю себе. Это, кстати, что? 308-й калибр. Я просто снайперку нашел, еще одну. Ой, верни, назад, пожалуйста. Я нашел еще одну снайперскую винтовку, она мне, в принципе, прям нет такой жесткой необходимости ее таскать. То есть, кому мне ее делать? Что еще могу тебе отдать? Я могу тебе отдать шар гангстера и укрепленную полимерную боевую броню. А за это я у тебя возьму немножко патронов, вот этих, наверное, потому что у меня их мало. Тысяча крышек, тысяча охуеть можно. Тысячу крышек? Ты вообще, блин, попутал, что ли? Так, давай скинем ему наркоты немного. Пир капитана я не собираюсь это делать, вообще даже использовать когда-то. Хорошо. Хлам. Давай хлам продадим. О, довоенные деньги тоже. А, подожди, я увлек свитцари, сколько уже он мне должен денежек. Давай мы у него купим. 5,56 стоит 4 из этих. Я сейчас с революберем хожу, давай их возьмем. Ну, ядерную батарею давай возьмем. Так, он мне теперь должен... 140. А, это я ему должен. Или он мне должен? 154. Золотые часы 2. 22 стоит. Ну, в принципе, в принципе... Ну, и 200 сверху насыпнем, и все. Окей. Так как у нас появился карабин Гаусса, нам нужно в сенчури его, соответственно, вкачать. Ребят, надо сбегать. Надо сбегать, необходимо. Пушка классная. Классная. Я в прошлые игры любил с ней бегать. Но я не помню, как она полностью работает, функционирует. Мы ее сейчас, конечно же, прокачаем немножко. Сколько максимально возможно, столько и вкачаем. И двинимся дальше. Выглядит она, конечно, солидно. Ты, когда ее видишь, прям поймешь, про что я говорю. Но патроны очень дорогие. Мне это не понравилось. Я надеюсь, сейчас будет торговец этот Карла Урна. Карла Урна. В сенчури я смогу там из своего сундучка торгового ей что-нибудь продать. Жалко, нет такого сундука, типа сундук для торговцев. О, ты здесь на месте. Давай тогда подзаберем немножко здесь. По стоимости давай. Ой, блин, цена проскакала. Цена. Одежда. А, блядь. Давай мне все. Ух ты, она стоит прям хорошо. Пока хватит. Пока хватит. У меня, в принципе, не знаю, будет ли у нее столько патронов на все эти мои богатства. Давай, 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 давай. Я хочу у тебя купить вообще-то двух вот это... Блядь, четыре штуки всего лишь. Ну, ты издеваешься. А я столько всего взял, чтобы купить у тебя их. Сорок пятый калибр. Да смысл, у меня от них нет вообще никаких. Все, иди нахер. А у меня есть свой торговец здесь. Я пойду у нее, кстати, попробую поторговать. Я не знаю, насколько это увенчается успехом, но может у нее что-то есть. Вот нижний обмен, надо нажимать. Потому что если нажать левый обмен, это будет не торговля, а... Да что вы издеваетесь, блин, тридц-восьмой калибр. Так, ладно, скидываем обратно эти тогда топовые пушки. Так, сохранить весь хлам. И давай вкачаем. Ну, давай вкачаем, ладно. Я не буду тебе винта добавлять. Доставать. Вот он, карабин Гаусса. Алюминия нет. Еб твою мать, надо алюминий купить. Иди сюда. Где урна? Урна, иди сюда. А где она? Блядь. Вон она дернула из города. Может у нее смогу купить партию алюминия. Давай, показывай, что у тебя есть, не пизди. Начинаешь меня раздражать. Почему она все уходит, приходит? Так, давай мы посмотрим хлам. Ну, алюминиевая банка, да, давай, если будем так доставать. Если уж на то пошло. Вытянем весь алюминий, который она может мне предложить. Ну, изоленту давай тоже заберем. Что-то мне кажется, что не будет у нее 150 этого, блин. Так, что ей продать? Давай мы ей продадим оружие какую-нибудь. Сколько она стоит? 200? Ну, так вот. Блядь, мы без алюминия ничего не сделаем. Надо обратно в Даймон-Сити возвращаться. Хорошо, что я немножко, это, скинул хлам. И мы сможем сейчас купить партию, наверное, алюминия. В идеале, конечно, купить партию. То есть партию алюминия, и все, и можно про это забыть. Потому что очень неожиданно закончился гребаный алюминий. Понимаешь, я сейчас не могу вкачать просто из алюминия. Не из-за каких-то еще других причин. Алюминий, алюминий. Там, я не знаю, я малой был из аккумуляторов. Алюминий доставали, а не, или алюминий доставали, что-то плавили из него постоянно на костре. Костеты там делали, всякие бутылочки. Ну, костеты нет. Никто их не делал. Это нельзя их делать. Блядь, все спать ушли, еб вашу душу, мать, а. Охуенная у тебя логика, братан. Ты прочитал, да? Типа, я расстался с девушкой из-за того, что она открывает... Оставила откры... Эту... Зубную пасту открытой. Только синты так делают. Ой, вкусно. Ну да, ты тут целый день стоишь, если честно. Сколько я не проходил, столько у тебя и здесь и вижу. Нет, я пушки... Хотя, в последнее время, кстати, в рукопашку тоже бегал. Хлам. Партия меди... О, партия алюминия, хорошо. Блин, ну стоит, конечно, да, неплохо. А это все, что у него есть, кстати. Так, оружие давай ему что-нибудь подкинем, чтобы я тысячу не отдавал. Забирай, забирай. Не забирай, забирай. Забирай. Тоже забирай. Так, а все остальное мое. И все равно я еще должен столько скинуть. Блин, надо было больше брать. Надо было больше. Ну ладно, 600 крышек, ничего страшного. Зато я алюминия хоть раздобыл немного. Не страшно. Крышки есть, если что. Ой, да не рассказывай мне эту херню опять. Вот у нее какой-то этот, так, хлам. Алюминиевая канистра. Давай сразу посмотрим, груз алюминия есть ли у нее. Партия керамики, стали, пружин, удобрений. О, кстати, хорошая штука, надо мне потом купить. Сколько он стоит? Бля, 500 крышек мне. Не настолько сильно она мне нужна, чтобы прям 500 крышек за это давать. Ладно, окей. Все. Алюминий купил. Мне хватит для того, чтобы сделать, вкачать гаусс. А потом мы будем, вообще, отвлекаюсь опять. Опять, уже 12 минут я занимаюсь каким-то типа крафтом. Полукрафтом. Покупил, продал. Ну, понимаешь, в фаллауете только так. Ты постоянно что-то двигаешься туда-сюда, скидываешь где-то, что-то покупаешь, таскаешь, продаешь. Крышки эти 20 тысяч еле накопил. И то, по сути, баг юзал. Да. Подсказки мне какие-то он дает все. Неинтересные. Я думал, знаешь, что-то еще сделать. Может, с собой какого-нибудь робота боевого забахать на этом станке и взять с собой его. Что у нас? Карабин гаусс. Защищенный, конечно же. Давай. Слушай, 200 урон у него будет. Так, фанатик оружия 4 уровня. А я не могу, вроде как, 4 еще сделать. Да, давай посмотрим. Сколько у меня, кстати, по этому уровень есть? Один. Но мне кажется, фанатик оружия 4 уровня. 39 уровень нужно. У меня 35. Проебочка. Ладно, я пока не буду трогать. Может, мне в крафте что-нибудь понадобится. Где он? Ну, тут на самом деле только вес падает и меткость растет. А, ну так меткость растет и все. Превосходный боезапас, увеличенный урон. А тут что? Фанатик оружия 5. Ну, хорошо, ладно. Давай так. Короткий оптический, коллиматорный. О, коллиматорный, давай сделаем. Я другие, в принципе, особо и не люблю. Я не буду делать из него снайперку. О, глушитель. О, вот это бандура-то. Смотри. Смотри, как бандурина получается. Не, компенсатор поставим. Уменьшенная дальность стрельбы. Дальность падает. Сильно? А, ну не сильно, на самом деле. Ну и все. Вот, ну и все. Мы только, я его переименую все-таки. Я его просто оставлю карабином Гаусса. И просто как-нибудь там какой-нибудь символ поставлю, чтобы я понимал, что это мой. 1, 2, 3 напишу. Потому что, чтобы с другими не путать. Что у меня еще есть из пушек прикольного сделать. А я, кстати, про видный властелин не могу там. Это же самый мощный стоит, да? Да, это самый мощный. Улучшенный длинный ствол. Тут все только дальше это. Тут максимум. Коллиматорный, ну понятно. И все, да? А, ну линза с этим. Нет. Нет смысла. Все вкачано по максимуму. 10-ти миллиметров автоматический пистолет. А это разве мой? Это не мой. Это был не мой пистолет. Опять ты здесь. Патроны есть у тебя? Патроны. Ничего, ничего то, что мне нужно. Так, ладно, погнали дальше по квесту. Дальше мы по квесту пойдем куда? А правильно, где-то здесь в городе была вот эта точка. Мы даже, кстати, можем сюда переместиться. Полицейский участок номер 8. А мы туда не ходили? Восьмой. Или ходили? Ну, конечно, они... Я не помню, а я же это... Вроде был там. А может я путаюсь с каким-то. Я просто к тому, понимаешь, они... Полицейский участок номер 8, 6, 5. Я там, блядь, запомни, какой из них по номерам был. Не страдали они сильно долго над названиями, да? То есть быстренько так. Номер восьмой. То есть не сильно важный такой. Я сейчас, кстати, хочу Карабингауса достать. Чтобы ударить врага стрелковым оружием, нажмите кнопку удара. Понятно. Чтобы ударить, нажмите кнопку ударить. Логично. Ой, уже ночь какая-то опять. Какие-то ночи тут. Вот он, Карабингауса. Да, я куда-нибудь в избранное поставлю. Поставлю его вот сюда. И как стрелять? Прикольно. Заряд можно копить. Патронов немного, кстати. Но не будешь я... Ой, не только кнопка нажать. Я, понимаешь, играешь, когда в несколько игр сразу... Кутаются... Кнопки путаются управления. Я просто реально забываю, что где куда нажимать. Мы здесь были. Мы были в этом точно. Полицейском управлении были. Я здесь и нашел первую эту аудиозапись. Мы ее еще тогда и послушали. И я подумал, что за фигня. А вот оно. Я тебе всегда говорю, это все связано. Ты всегда найдешь квест. Ничего не бывает просто так. Так, здесь окей. Дальше двинули. Смотри, какая это бан... По факту, смотри, какая он бандурина у него в руках. А если еще глушитель сделать, она еще больше будет. Удобно с такой бегать? Наверное, нет. Но мне пофиг. Главное, боевая мощь. Вот все, что мне нужно от этой пушки. Ой-ой-ой, как далеко идти. А тут что? Пошли в этот. Давай в этот сразу. В спутниковую антенну сейчас переместимся. Там, скорее всего, будут супермутанты. Мы их убьем. Опробуем новую пушку. Он мне подсказывал. Там что-то можно нажимать, чтобы копить заряд. Вот и день наступил. Днем мне больше нравится. Здесь красивые на самом деле эти. Так, это граната. Если что, пошла я случайно... Если честно, я даже не знаю, как копить это. А, во! Держать просто на выстрел. Дутень-то, вот, дутня, убей. Ой, бля. Черт-черт-черт-черт-черт-черт. Как он так стреляет быстро? Что у него там за ракетная установка, а? Она, наверное, многозарядная. Надо будет за ней сходить потом. Ага, а эти там трое просто. Давайте, братство, стали. Помогите нам. Блин. Так, ладно, погнали вперед. Потому что сейчас там пацанов точно положат. Вот уже все падает. Черт. Изверги. Блядь, еще и промазал. А, ну я выше стрелял в мешок этот. А, слушай, тратится один патрон. Но я заряд делаю как, ну, увеличиваю просто мощность. Хорошо, если так, то это вообще прекрасно. Может какой-нибудь этот... Снайперский прицел поставить сюда. На дальней дистанции хорошо, я думаю, стрелять будет. Паляха. Слушай, вот интересно. А он 200 урона наносит, когда ты собираешь заряд? Или когда ты его, ну, прям сходу даешь? А, вон они. Это бестия, между прочим, это опасно, противник. Блядь. Ушел с линии огня. Блин, я ее промажу. Надо аккуратней. Патронов мало, на самом деле. Нужно будет поискать еще где-нибудь. Ой, что там так... Неинтересно. Добей его. Тут точно где-то Братство Стали лежит. Они его точно поубивали. Ого, лазерный карабин, ничего себе. И что у него еще? Вот он, термооптический, четырехствольная пусковая установка. Я ее забираю. И супермолот забираю. Слушай, у него прям три крутые пушки были. Не, гладкоствольный себе оставь. Выше не полезу. Слушай, хорошо, а где они, Братство Стали повалили? А вот он один лежит. А нет, это рейдер был. То есть на них еще и рейдеры нападали. Круто. Обожаю это. То есть их с трех сторон сейчас запрессовали просто супермутантов. Лазерный карабин тоже заберем. Лазерный карабин денег, между прочим, стоит. Я не знаю, где они их набрали, но я их забираю. Обломки винтокрыла. Вряд ли мы сейчас кого-то найдем здесь, конечно. Из-за Братства Стали. Но если бы нашли, я бы забрал у них что-нибудь. Что у них было? Не нашли. Ладно. С чем мы пойдем? Снайперка. О, пистолет Келлога. Давай с ним. А где Ник? Он с кем-то воюет, что ли? Ну что там с рейдерами? Зарубился дальше. Ну, наверное, где-то здесь он. Ну, типа, уже не слышно их. Да, ема. Бляха, Ник. Ёб твою мать. Ну все, я даже выстрелов не слышу. Куда мне идти теперь? Где он делся? Так, ладно. Нам нужно, знаешь, куда вообще-то двигаться по миссии. Пойдем. Прямо напрямик даже срезать не будем. Я надеюсь, хоть мы к той точке пойдем. Да, той. К той. Давай поставлю еще сюда метку. Так проще ориентироваться. Типа, видишь, рядом две эти, и ты понимаешь, что точно на эту ты идешь. Гавань гриб. Прикольно. А гриб чего? Дай патроны заберу. Здесь спать можно. А вот и ты. Где ты ползал? Черт. Вот стопудово где-то он эту винтовку у братства стали подобрал. Терминалы Юджина. А я не буду смотреть. Если по миссии сюда зайду, тогда посмотрю. А если нет, то нет. Потому что будет очень много вопросов. Вопросов будет больше, чем ответов, на самом деле. А силовая где? Ну, если ты здесь держишь себе пункт обслуживания силовой брони, то я надеялся, что ты еще и силовую броню саму будешь держать. Нет? Не будет он держать силовую броню. Так, переплывем туда. Черт с ней, если это радиация. И Фар Харбор нас научил радиации не бояться. Ничего страшного в радиации нет. Мы сейчас переплывем, кстати, антирадинчика бахнем со стимулятором. Потому что уже как-то маловато. Интересно, а можно задохнуться? Я не помню. Есть здесь вообще кислород какой-нибудь? Да вроде нет. Сколько уже плыву, и пофиг. Не, ну реально, ну вообще без разницы ему. Кислород не кислород вообще. Только вдыхает, типа, когда выплыл такой якобы. И все. Так. Ну, ник нас догонит. Типа, по суше обойдет. Он не плавает. Как, в принципе, любой напарник здесь. Давай мы сейчас шарахнем Радыкса. Ой, господи, Радыкса. Вот так вот. Антирадин и стимулятор. Мы почти на место добрались. Мы почти добрались. Отлично. Это хорошо, замечательно, прекрасно. Ред Рокет. Отметишь мне ее? Нет? О, опять это братство стали. Кошмарят людей. А это что такое? Отметь, пожалуйста. О. Дворняга. Ну и с кем они там сражаются? А, там кто-то есть, кстати. А давай пошли посмотрим. Пускай они там кого-нибудь... Мистер Храбрец. А все, они уже никого не убьют. Черт, не на меня же. Черт, сейчас тачки взорвутся. Естественно. Вот это мне прям очень повезло, на самом деле, выжить здесь. Потому что это было очень... О, ты выжил! За победу, говорит. Вообще в разобранной броне побежал. И этот. Счастливчики. Пилота я, наверное, уже не найду, да? Его просто размазало. Там штурмотрон есть. Я не буду в это вмешиваться пока. А может и придется. Он сейчас взорвется. Ник, пока сиди не высовывайся. Никаких команд пока нету. Сиди не высовывайся. Пускай они сами постреляют. Алюминия-то хорошо. И ни разу не попал. А, ну да. Я... Вот сейчас она сюда идет. Да, черт. Какой умный робот. Есть. Это я его добил, между прочим. Ребят, это мне спасибо сказать надо. Пошли посмотрим, что там. Что ж они там охраняли. Ну, ты представляешь, сколько здесь был? Здесь был мистер Храбрец. Здесь был штурматрон. Здесь был робот-охранник. Здесь должно быть что-то интересное. Так, пока мы... Верни мне пистолет. Надо было переименовать пистолет, забыл. Надо было переименовать на пистолет. О, кандидат братства. Вот он здесь и лег, да? Жалко. Форму братства не буду забирать. Она мне не нужна. А как это, слушай, он сюда добежать успел, интересно? А, его, наверное, высадили в это... С этого свинтокрыла высадили, а в силовой броне решили не высаживаться. Такие, типа, ну, мы ща. С чем бегаешь, Ник? Что у тебя за пушка? Ну, ясно. Опять со своей деревяшкой. Ну, бегай. Пока бегай, находи себе что-нибудь. Я против не буду. А тут ничего нет, что ли? Мне что, нигде ничего не приныкали? Ну, хотя посколочное уже хорошо. А тут? Тихо. Тут ничего нет. Обычно на таких платформах могут что-нибудь и приныкать за этими ящиками. О, пачки. Хороший, вот он. Я тебе про это и говорил. Вот что, вот что приныкали. Да, ё-моё. Средний же, он же не сложный. Он же всего лишь средний, что я не могу его открыть. Так, а тут? А вот он. Нащупал. Ещё чуть-чуть. Да, бля. Хорош. Найс. Так, это Т-51, кстати, старая броня. Не хочу я в ней ходить сейчас, если честно. Но и бросать здесь мне её не хочется. Чё мне с ней сделать? Дай-ка я её выгоню отсюда. Из этого, из этой нычки. Может, Ника в неё посадить? Пускай в броне бегает. Ммм? Как тебе идея? Вроде как можно его засадить в броню. Есть просто персы, которые не садятся в силовуху, а есть, которые садятся. Попробуй посмотрим, Ник залезет или нет. Где он? Ник? Эй. Ну, они на то. Залазь, отлично. Ник Валентайн, версия 2.0, блядь. Со своей пукалкой. Не смеши людей. Эээ, надо тебе какую-нибудь пушку дать. Эй. У него есть боевые дробовики. У него есть пистолет-пулемёт. Гарпуномёт у него есть. Где он это всё набрал? Неизвестно. Смотри, сколько он всего набрал? Надо это всё продать будет, на самом деле, потому что, ну... О, рычажка. Может, и мой патрон от рычажки дать? Мне 900 патронов, если что. И они быстро не тратятся, и урон... А, урон 56 всего лишнее. Давай вот это выбрать. И я ему сейчас ядерной батареей немножко насыплю. Будет мой персональный этот... Персональный охранник в силовой броне. Давай ему 300 штук, да? Пускай бегает, пока стак. Каков наш план? А тут чё? О, ядерная батарея, хорошо. Хорошо, ядерная батарея, это замечательно. Погнали. Ник, мы здесь вообще-то по делу. Опять вот, блин, 10 минут сейчас какой-то ерундой занимались. Я штурматрона обыскал или нет? Да, обыскал. А куда, кстати, вот эти уделись чуваки из братства? Куда-то содрыснули. Операция у них пошла не очень. Они как бы винтокрыл потеряли, пилота потеряли и потеряли еще одного своего товарища. Я считаю, что операцию у них можно считать провальной вообще. Мы здесь за другим. Мы здесь ищем улики. А вон туда нам надо. Так, а кто это что-то делает? А, это эти, ржавые дьяволы, прикольно. Я давно их не встречал. О, смотри, у него шлем из этого, из робоглаза. Жалко, что у него, конечно, не из штурматрона шлем. Я очень хочу себе шлем из штурматрона. Я знаю, что такое существует, но его найти это прям проблема. У тебя что? А у него из другого робота тоже. Ух ты, ух ты, ух ты, он меня сейчас убьет. Успел. Я думал, сейчас не успею. Тай в голову тебе накидаю. Ну хоть раз попал, спасибо на это. А в рукопашку? А, не на ту кнопку нажал. Готов. Так. Прочная броня, кстати. Прочная, не просто, но прочная, то есть, следующая. Каска из роботоохранника. Не, не хочу ее. Хотя я заберу. Она интересная такая, но... Я хочу каску из штурматрона. Из робоглаза тоже не то. Вот есть, вот видишь, каска из штурматрона. Она будет прям то, что мне нужно. Вот я это и хочу. Все, да? Отрядик был небольшой. Так, в камере ничего не будет. На втором этаже есть компьютер. Погнали. Я начинаю как-то выпендриваться больше в этой игре. Знаешь, типа, постоянно хпшки страдают. Ну, потому что... Типа такой... Ааа, похуй. В рукопашка, погнали. Интереснее становится играть так. Ой, я тоже нажимал. Ниже. Еще сюда. Все, да? Здесь все. И где-то глазапись, да? Три метра. Ой, прекрасно. Пистолет заберем. Пятая. Пятая глазапись. Вообще, девятая из десяти. Пятая глазапись. Ну, здесь ничего интересного нет. Кроме вот этой штуки. Какие-то постройки, слушай. Там кто-то ходит. Скорее всего, это будут обычные рейдеры. Не хочу с ними связываться. Мне лень сейчас их всех убивать, если честно. Не хочу. Потом. Потом как-нибудь мы сюда вернемся. Нам нужно теперь аж сюда. Это самое последнее я себе оставил. Полицейское управление Южного Бостона. Давай двинем с этой точки. Можно было зайти, кстати, в замок. Но ладно. Уже не пойдем. У нас и так сейчас путь не близкий до этого полицейского управления Бостона. Такой квест, кажется, всего лишь разыскать этого. А он такой длинный. Столько мест посетили. Вообще кошмар. Пока он загружается, водички попьем. Ой, вкусненько. Погнали, Ник. Ты че? Че стопоришься? С чем бы мне побегать? Таким, интересно. Может, все-таки с карабином? О, враги. Рейдеры, скорее всего, обычные. С рейдерами неинтересно. Вот с ржавыми дьяволами я бы пострелялся, на самом деле. Потому что они... Рейдер, да. Попаду? Если попаду, то ему хана. Ой, у него боевая броня. Ничего себе. Давай, Ник, раскидай их всех. Синт в силовой броне, понимаешь? Прикол, да? А, пистолет-пулемет не надо. Какой глоткоствольный? Броня, боевая броня. Они начинают в боевой броне бегать. Рейдеры в боевой броне. Знаешь, что чувство, когда слишком долго играешь в Fallout? Че-то я это... Че мажу так? Че мажешь, Вань? Не мажь. Все, готово. Жалко просто патроны, понимаешь? Я достал эти патроны, и мне жалко их тратить просто так. Поэтому я аккуратно стреляю стараюсь. Давай, праведный волостерин. Здесь мне патронов не сильно жалко. А откуда они спустились? Там еще есть враги, типа, откуда-то что они пришли? Это надо просто здание обойти. Вот они. Все. Вот и все. Блядь. Как это так? Я уже перегрузился. Вес. Ну, конечно. Супер молот весит 20. Это, конечно, крутая штука. Это супер молот, но у меня есть свой, если что. Ника, погнали. Где он там? Догоняй. Сейчас винтокрыл упадет. Ух ты. Как его, раз это, раз пидорасила. Розетта, да. Розетта, розетта. Ника, догоняешь? Нет? Идешь? Юнивер. Что-то поинт. Почти поднял уверень, кстати. Еще чуть-чуть, и у меня будет следующий уровень. Синт патрульный. Круто. Синтов только мне не хватало сейчас на моем пути. Если честно, я не сильно-то и хочу с ними сражаться. Велкум. Я вокруг пойду, да? Да, просто вокруг обойдем и все. Просто обойдем. Я думаю, что они меня как бы не тронут, если я туда не полезу. И все. Вот там кто-то сражается. Слушай, у них тут одни перестрелки сплошные. Куда голову не повернешь, везде кто-то с кем-то сражается. Вот кто там перестреливается? Кто-то же перестреливается. И прям далеко стреляет. А, подожди. Так это вот, братство стали, сел и винтокрыл. Тот, что у нас? Ничего? Интересно. О, блядь, Ник, это ты. Я аж подумал, до меня братство добралось. Что? Выяснить, кому принадлежит голос. Давай выберем это здание. Пока отключаем. Это, наверное, дополнительное будет. Окей, погнали искать. Как это выяснить? В холодосе? Подожди, сейчас я пойду разберусь. А, стрелки! Слушай, погнали, стрелков завалим. Блядь! Вот в голову я не попаду. А сейчас попаду. Просто у стрелков может быть прочная боевая броня. Они их носят. Боюсь, в братство стали попасть, поэтому так вот прицеливаюсь через вас. Забери. Остался кто-нибудь интересный из братства живой? Они так плотно их тут прессовали, на самом деле. Так, ну вот. Ты живой, да? Кстати, смотри, в боевой броне. И в черном этом. Я не буду его прикрывать. Я хочу забрать себе черный комбинезон. Идите, убивайте. Так, ты не ту. Так, ник отставить. А кто там, интересно? Я черный комбинезон хочу, поэтому я не помогаю. Я жду, пока его убьют. Это редкая возможность, на самом деле. Зря я знаю, этим стрелкам помогал. Ник, оно тебе надо. Иди сюда. Блин, я могу, конечно, втихаря этих двоих убить. Братство стали. Ну, типа, о чем не сделают? А у этого сколько? У него почти все, видишь? Он почти умер. Есть. Хорош. Вот это то, что мне нужно было. Я понимаю, что я перегружен, но пофиг. Просто черные эти комбинезы нигде не достать. Ну, типа, ты не можешь их нигде взять. Блять, Валентайн. Набрал говно всякого. Ладно, я сейчас выброшу чуть-чуть. Можно подобрать только с трупой, и все. Либо самоубивать, либо ждать, пока они вот так вот сделают. Вот, и форма БС, видишь? Это просто форма БС. А она черная. Ну, то есть, она даже никак не в инвентаре по-другому не подписана. То есть, если я сейчас ее выброшу, то все. Я ее больше не достану. Так, братство стали, боевая броня. Она обычная. Я ее не буду с собой таскать. Все. Все, погнали. Теперь выясним, что там с голосом этим. Ух ты, три патрона. Слушай, три патрона понадобилось. И сейчас этот винтокрыл еще взорвется. Ты бы не отошел от него. Ничем хорошим, это явно не закончится. Что за голос-то? Голос из холодильника. Как ты там оказался? Подожди, от какой бомбежки? Он гуль, что ли? Дай открой, пожалуйста, эту дверь. То есть, понимаешь, он, типа, облучился радиацией и 200 лет, типа, сидит тут? Вряд ли они живы, конечно. Ну, давай проверим хотя бы. Ты 200 лет просидел в холодосе после ядерной войны и стал гулем. Типа, это все с... Ну, давай, погнали. Я не буду. Я не буду его убеждать в том, что родители умерли, потому что мы этого не знаем. Сейчас мы попробуем его отвезти. И, если что, конечно, я скажу ему. Погнали. Не, я его отведу домой, это прикольный квест. Типа, мы, если что, просто потом... Иди сюда, идешь? Прикольно. Я зря в эту часть карты, конечно, не захаживал, потому что тут какие-то приколюхи нас ждут одни. Типа, видишь, хлоп, и сразу у нас задание с гулем из холодильника, которого нужно отвезти домой. Так. А это что? У нас, если что, мало места осталось опять в инвентаре. Давай, догоняй, парень. Ой, блядь. Сука, напугал меня по одной. Давай, в рукопашку. Пацану не подпускай только. Блядь, еще гранату кто-то таки. А ты кто такой? Патрон какой-то. Что? Ты чем-то пацан этот? Я не буду его продавать. Слышь, патрон. Падла. Пойдем, Билли, я тебе не продам какому-то чуваку с темным. Если этот чувак предлагает купить детей, он явно не хороший чувак. Я поэтому, собственно, его и завалил. Не надо, чтобы здесь ходили такие по содружеству. Так, что у нас... Ой, туда не пойду. Там тоже какие-то враги будут. А я сейчас с этим пацаном мелким... Там рейдеры, наверное, да? Открой мне локацию. Ай, черт, с тобой не хочешь открывать? Не надо. Иди сюда! Твою мать, куда ты пошел в атаку? Блядь, я сейчас умру еще. Я не хочу, чтобы пацана завалили. Типа, он слишком мелкий. Ну, типа, просто мелкий ребенок. 200 лет просидел в это и так настрадался. Там надо добраться до его... О, руины Квинти. Отлично. Турель с пулементом. Окей. Где? А, во. А он тут прямо стреляет. Смысл. Добрый вечер, я диспетчер. Вот это я повыебался, конечно. Я только услышал этот пью и понял, что как бы уже все. На этом мы, собственно, и закончим, да? Вот на этом вот пью. Где интересно я окажусь, я далеко не сохранялся. Где интересно я смогу оказаться. О, прикольно. При наличии способности рикошет. Надо почитать, что за рикошет. Я хочу посмотреть. Может, я смогу рикошетить пули? Это будет очень круто. Знаешь, что я так подумал? Мы сейчас загрузимся. Даже не то, чтобы загрузимся. Мы на этом моменте сейчас закончим. Следующей серии продолжим, потому что я не знаю, сколько еще идти до его здания. А мы и так... А мы и так это, в принципе, зате... Блядь, он еще не умирает из братства стали. Ты дебилет. Короче. Мы пока заканчиваем. Я возьму вот это автосохранение. Мы пока заканчиваем. Я за кадром. Сейчас пойду опять к братству стали. Подожду, пока они... Пока он умрет из братства стали. Стрелков я трогать не буду. Я подожду, пока их убьют. Заберу этот черный себе комбез. И в следующей серии мы, соответственно, продолжим с этого момента. Заново поведем этого пацана. Заново с этим патроном попробуем пообщаться. Спасибо, что доставили эту серию до конца. Я надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.